Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляем с Рождеством Пресвятой Богородицы. И на библейском портале «Экзегет» вместе с вами мы чтим, прославляем этот дивный праздник, «Ибо до явления солнца должна явиться заря, и свет зари – это и есть свет, который предвещает восходящее солнце. Рождество Твоей Богородицы, Девы, радость возвести всей вселенной. Из Тебе было сия солнце правды, Христос Бог наш. И, разрушив клятву, дади благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Она наша небесная заступница, ходатайца, она матерь нашего Господа, и она, конечно, мама всех страждущих. И поэтому, когда вот день рождения мамы, да, мы все, конечно, радуемся, торжествуем, даже такое может быть тихой радостью, которая не передается в словах, это может быть даже радость до слез. И вот такая радость объемлет наши души, потому что родилась наша ходатайца пред Господом, она нас любит, она о нас молится, она пред престолом Всевышнего Господа ходатайствует о нас на небесах. И хотя мы непослушные, своевольные, хотя мы ведем себя как попало, все равно ее молитвы, как вот неоскудевающий фемиам, возносятся к предпрестолам живоначальной Троицы. Некогда Праутис Иаков видел лестницу, простирающуюся от земли до самых небес, а наверху сам Господь. И вот надлежало, об этом предвещали все пророки, чтобы Господь, он как бы вот по лестнице спустился и явил себя на земле. Но как это сделать, когда всюду разврат, всюду беззаконие, мысли человеческие наполнены всяким злом. И вот Господь Бог усмотрел одну душу, которая являет себя в небесном сиянии чистоты. Для того, чтобы с небес не зайти на землю, надо, чтобы кто-то на земле являл небесное. И вот таковой оказалась душа Пресвятой Богородицы. И Господь от вечности предвидел и провидел, что именно она, родившись в мир, станет вот этой лестницей небесной. «Радуйся, лестница небесная, ею же снеди Бог. Радуйся, мости, приводя исущих от земли до неба». И еще в одной паримии, посвященной Божьей Матери, мы читаем «Премудрость, создай себе дом». И вот «Премудрость» — это сам Сын Божий, как говорит апостол Павел, что Христос есть Божия сила и Божия премудрость. Но для того, чтобы явиться на земле, надо устроить Ему дом, надо устроить Божественный дом для Божественной премудрости. И таковой является как раз Божья Матерь. И вот в Рождестве Божией Матери, а точнее даже и еще чуть раньше, в ее зачатии, таинственным, божественным образом устраивается душа и тело Пресвятой Богородицы, как чудный храм для Бога, потому что впоследствии действительно Господь и явит себя в ее лоне. Поэтому, братья и сестры, ныне тот праздник, когда рождается храм для Господа, когда рождается Пречистая Дева, которая станет домом и жилищем Сына Божия. Конечно, братья и сестры, вот что касается Рождества Пречистой Девы, мы не найдем этого в Святом Евангелии, потому что Евангелие сосредоточено всецело на Христе, на Господе нашем Иисусе Христе, через которого пришло спасение, спасение вообще всем. И поэтому в Евангелии Божья Матерь, она пребывает вот как бы в тени своего божественного Сына. Но у нас есть не только писание, а и предание. Вот как говорит апостол Павел, стойте, держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. То есть есть вот письменное, да, а есть вот простым устным словом. И этих преданий мы держимся, и предания сохраняют нам имена родителей Пресвятой Богородицы, потому что братья и сестры вот в те далекие времена, и особенно в той вот культурной среде, в Иудее это было очень важно, в каждой семье свято хранились имена не только родителей, но и там дедушек, бабушек, прадедушек, там прапрадедушек. И все это как вот такая вот семейная святыня, и это передавалось из уст в уста, кем был отец, кем был дедушка, прадедушка. И все это, конечно же, помнили, знали, и поэтому кем были родители Пресчистой Девы, это тоже вот сохранилось, и мы поминаем их в храме на богослужении практически на каждом отпусте, когда мы вспоминаем святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны. Так вот, древнее предание гласит, что святой праведный Иоаким, он был из рода Давидова, то есть из царского рода, и этому не надо удивляться, почему? Потому что на самом деле детей у всех рождалось достаточно много, да, и там и у Давида было много, там и у других вот людей, и понимаете, у каждого сына там еще рождается вот много сыновей, и от каждого еще много-много. Так вот, ко времени Христа Спасителя было уже достаточно много потомков от царя Давида, да, и вот это тоже четко так вот сохранялось в семейной памяти, у кого была капелька крови царя Давида, но надо сказать, что к тому времени род Давидов, он уже не играл такой вот роли, как некогда. Уже, собственно говоря, когда правили Маковеи, эти вот воины, защитники родного Отечества, да, то они уже выдвинулись вперед, потому что вот со стороны шла там вот эта эллинизация, там греки пытались как-то вот, значит, там, или со стороны Сирии какие-то захватчики, нужно было отстаивать территории, поэтому впереди были такие вот воинственные лидеры, а из рода Давидова уже не выступали цари. А потом вот уже в 63-м году до Рождества Христова и вовсе Иудея, она оказывается подчиненной Римской империи, римским полководец Помпея захватывает Иерусалим. Богоизбранная страна теряет свою независимость, а потом и вовсе ставит туда правителем Ирода, конечно, его называют Иродом Великим, но в делах его не очень много было великого, такой, знаете, коварный, там, завистливый, ревнивый, да, и подозрительный правитель, который, ну, экономику он пытался приумножать, но при этом, собственно, вот в духовном смысле он был один из худших правителей своего времени и вообще за всю историю богоизбранного народа, и правил, кстати, он достаточно длительное время, и вот в этот период, конечно же, он подозрительно смотрел на всех представителей рода Давидова, но они вели себя достаточно скромно, и вот из такой среды как раз и происходил святой праведный Иоким, он из царского рода, а вот супруга его, святая Анна, по древнему преданию она принадлежала роду первосвященников, то есть она вот так вот преемственна, если смотреть вот эту цепочку поколений, восходила к первосвященнику Аарону, жезв которого процвел, и это тоже, кстати, одно из таких пророчеств о Божьей Матери, и вот в Пресвятой Богородице можно сказать, что сходятся вот эти два рода, царский и первосвященнический, и потом, затем от нее рождается сам Господь Иисус Христос, как истинный царь, истинный первосвященник и истинный пророк, ну, собственный царь Давид, да, и первосвященник Аарон, они тоже были и пророки, и вот служение Христа это уже тройственное служение, истинный царь, истинный первосвященник, истинный пророк, и он рождается от Пресвятой Богородицы, в которой пересекаются два основных ветхозаветных рода. Что мы еще знаем из предания? А предание это такой удивительный ларец, в котором хранится драгоценный жемчуг, то есть крупицы сведений о Божьей Матери, о ее родителях, и вот предание нам сообщает, что святые Иоаким и Иоанна, они были очень благочестивы, они молились Богу, и Господь наделил их определенным достатком, и есть сведения, что свой прибыток они делили на три части, и себе оставляли только третью часть, а одну треть они жертвовали на храм, а одну треть на бедных, кормили нищих, там, поддерживали голодных, больных, странников, и вот в таком милосердии проходила их жизнь. Причем вот из некоторых сведений мы знаем, что они были связаны с городом Назаретом. Назарет – это три дня пешего пути от Иерусалима, но в то же самое время у Иоакима и Иоанна был еще дом в самом Иерусалиме, ну, поскольку из рода Давидова, то мы можем понимать, что они были связаны с городом Иерусалимом, и семья, конечно, вот с достатком, но Господь по какой-то причине не дает им потомства, не дает детей. И представьте себе, что вот они уже прожили 50 лет вместе. 50 лет, то есть это уже золотая свадьба, да, и там не только дети, но уже и внуки, и у кого-то там уже и правнуки, а тут вот 50 лет, а детей нет. И что это было для представителей иудейского народа того времени? Это же позор, это поношение. Получается, что Господь не дает тебе в лице твоих вот детей, значит, внуков, правнуков принять участие в царстве Мессии. А раз тебе не дает Господь продление твоего рода, то значит ты вот какой-то вот особый грешник перед лицом Божиим, значит, к тебе и человеческого уважения тоже не должно быть. И вот так вот относились к бездетным семейным парам в то время. То есть это действительно позор, но это еще и глубокая личная скорбь. И святые Иоаким и Иоанна, они молились и, конечно же, доверяли Богу. Вообще надо сказать, что святость есть доверие Богу. И подлинная вера в Бога – это когда ты понимаешь, что Господь, Он находится рядом, и Он ничего не подаст неполезного тебе. Поэтому если Господь по какой-то причине не подает тебе детей, то значит у Бога есть какой-то особый план. И вот святые Иоаким и Иоанна, они через всю жизнь проносят эту веру и эту святость. На самом деле, если мы посмотрим на жизнь святых Иоаким и Иоанна, то мы поймем, что Господь их как раз никогда не покидал. И вот эти 50 лет совместной жизни, да, и детей нет, вроде бы, значит, ты не имеешь чего-то самого главного, это был путь их духовного становления. А еще это была школа божественного воспитания, потому что Господь их воспитывал в смирении. Через вот эту вот бездетность Господь невидимым, незримым образом выжигал в душе, ну, возможные какие-то семена самодовольства, самомнения, потому что, ну, это бывает такое искушение, когда человеку слишком рано все дается, да, то он начинает впадать в такое самодовольствие. Особенно в то время, да, вот когда много детей, то человек такой мог несколько свысока смотреть на тех, кто не имел такого потомства. И вот Господь воспитывает их в таком смирении, чтобы от них родилась самая смиренная среди жен. Но вот тут, братья и сестры, надо вспомнить, что, и понять, и увидеть, что люди не понимают этого. Люди не понимают промысла Божия, люди не понимают, по каким путям Господь ведет своих чад, и люди смотрели свысока на святых Иоакима и Иоанна, и даже посмеивались, и презрительно к ним относились. Вот он из рода Давидова, да, а потомства нет. То есть у Давида было потомство, ну, хотя и грехи были, Господь все равно дал ему потомство. А Иоакима и Иоанна, значит, они там милосердные, там все жертвуют, молятся. То, значит, тут есть какие-то тайные грехи, и люди начинали относиться к ним пренебрежительно. И вот мы знаем из древнего такого повествования, конечно, оно вошло в такой апокрифический памятник протоевангелия Иакова, но на самом деле вот в этом апокрифе как раз там сохранились из предания, из предания здравые зерна исторического свидетельства. И мы знаем, что когда праведный Иоаким пошел в храм, чтобы приносить жертву, то его попрекнул один человек вот в том, что вот как он смеет приходить к Богу, когда Бог его отвергает. И Иоакиму сказали, ты не принес потомство Израилю, то есть как же можно от тебя там принимать жертву? Ну, есть еще другие предания, что и сам первосвященник решил, так сказать, вот немножко так отодвинуть в сторону жертву праведного Иоакима, и он настолько был огорчен этим, что отправился после вот такого события в пустыню, в пустыню для того, чтобы пребывать там в посте и молитве. И там он уединился в простой такой палатке и стал молиться Господу Богу, ожидая ответа от Господа. А в это время жена его, Анна, молилась дома, и вот из предания мы слышим, как она выходит в сад и поднимает голову и видит гнездышко. Там, значит, воробей, да, у него свои воробушки, и это как будто обнажает ее рану, да, вот личные переживания, и она начинает в слезах молиться и говорить, что вот Господи, и птица небесная имеет у тебя потомство, а я не имею, и бессловесные твари рождают тоже чад своих, вот, а я не могу родить. И, значит, и земля приносит свой плод, да, и источники, родники, они тоже источают новые воды, то есть у всего в мире есть потомство, а вот у меня нет этого потомства. И вот в такой молитве она, значит, плачет, просит Господа, и ей как раз пристает ангел от Господа, который говорит, что Бог внял молитве твоей. То есть вот это вот, скажем так, это было благовещение до благовещения, еще до того благовещения, которое явлено было Божьей Матери, уже родителями ее было дано такое откровение, и сказано, что Бог внял молитве твоей, Анна, и ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире. И это действительно исполнилось, причем надо сказать, что когда вот это предание еще записывалось, значит, во втором веке, да, то никто не мог предположить, что действительно о Божьей Матери будут говорить во всем мире. А теперь куда бы ни отправился человек, там север, юг, запад, восток, там люди там восточной, западной культуры, все равно везде прославляется Божья Матерь, везде она почитается, да, и даже некоторые протестанты, невзирая на свою традицию, тоже иной раз преклоняют главу пред причистой Девой Марии. И вот святая Анна, когда она принимает это благовестие, она дает обет, посвятить Богу того, кто родится, то есть, чтобы уже с детских лет ребенок был при храме, воспринимал божественную благодать и посвящен был всецело Господу. И вот дальше вот из предания тоже есть такой интересный сюжет, когда святая Анна идет, ей сообщают, что муж ее возвращается, и оказывается, мужу ее, супругу ее, святому Иакиму, в пустыне тоже было явление ангела, и он тоже возвестил о рождении чада, и вот они идут навстречу друг другу, и возле золотых ворот Иерусалима они встречаются. Золотые врата – это вот те царственные врата, через которые впоследствии Господь Иисус Христос вошел, торжественно вступил в Иерусалим, это врата, которые непосредственно вели в храм, и вот возле этих ворот встречаются святые Иаким и Анна, и они радостно обнялись, тепло прижались друг к другу, потому что теперь они знали, что Господь подает им желанное, долгожданное чадо. Тут вот, братья и сестры, еще отметим, что согласно вот некоторым, даже археологическим таким вот расчетом, ну и древним преданием тоже, дом святых Иакима и Анны, он располагался вот где-то в северо-восточной части Иерусалима, не очень далеко от храма, там рядом тоже была овечья купальня, и вот на этом месте, где предположительно был дом святых Иакима и Анны, был устроен монастырь в их честь, монастырь в честь святых Иакима и Анны, а когда-то там возвышался храм, построенный на этом месте святой царицей Елены. И вот там вот тоже есть такая вот пещера, где действительно есть и научное предположение, что, видимо, там и состоялось Рождество, появление на свет причистой Девы Марии. Конечно, мы уже опускаем нашим вниманием как бы саму тайну зачатия, скажем лишь, что, понимаете, родители ее, они были уже свободны от страстей, свободны от душевных порывов, да, вот какой-то пылкой такой вот юношеской страсти, которая переполняет еще неопытное сердце, но также были свободны и от плотских страстей, потому что 50 лет совместной жизни, при этом такой высокий аскетический образ жизни возводил их уже к уровню такого телесного бесстрастия, и поэтому в зачатии при Святой Богородице уже вот, ну, плотская страсть не имела той силы, как вот это обычно и бывает, ну, в зачатии простых людей. И можно предположить, что это тоже каким-то образом сказалось на рождаемой причистой Деве, так что вот с младенческих лет вот она не была настолько вот подвластна стихийной силе греха. Хотя, конечно же, тоже жила вокруг, вот посреди всех тех искушений, которые обычно оборевают людей. И еще, братья и сестры, тут вот тоже сразу скажем этот очень важный момент, что ведь на самом-то деле обычно, если мы берем ветхозаветное откровение, все благословения, они давались через рождаемых мальчиков. И обычно, значит, благословение, оно и наследовалось, да, и как бы само обращение в Ветхом Завете, оно идет к лицам мужского пола. И заповеди там вот пишутся, как бы обращаясь к мужскому полу. И перечисление родов, в основном, оно идет по лицам мужского пола. И здесь вдруг Господь, Он все сразу меняет. А почему так? Да потому что как грех вошел в мир через женщину, так же и спасение воссияло через праведную, чистую, святую жену. Вот как мы и молимся об этом в Кандаке, посвященном празднику, и Аким, и Анна, поношение, бесчастство, и Адам, и Евы, а три смертные, свободистося, причистое, во святем Рождестве твоем, то празднуют и люди твои, вины при грешении избавившися, в них дозвать идти. Не плоды рождают Богородицу и питательницу жизни нашей. И исполняется древнее пророчество о том, что семя жены сотрет голову змеи. Именно семя жены. Это вот пророчество еще данное в раю, открытое еще нашим прародителем Адаму и Евы. Именно семя жены, то есть рождаемое чадо от Пресвятой Богородицы поразит главу лукавого, изворотливого змея. И, кстати, есть даже икона, икона Пресвятой Богородицы с ее мамой и с ее бабушкой. Такой редкий иконографический образ, где сама Пречистая Дева, вот ее мама изображена, Святая Анна, и даже ее бабушка. То есть вот оно, значит, совершенно новое откровение о женщинах, о их участии в божественном домостроительстве, в божественном промысле. И это совершенно как бы переворачивает наш взгляд. Да и, собственно говоря, вот само это рождение, что мы видим? Вот в чем здесь совершилось еще чудо Божие? А чудо Божие в том, что Господь начинает действовать тогда, когда все кажется уже совершенно безнадежным, безнадежным, все кажется уже просто невозможным. Ну, 50 лет вот нет ребенка, да, значит, и Аким, и Анна, они уже вот в таком периоде возраста, когда готовятся к встрече с вечностью. Какое тут может быть деторождение? При этом, значит, там вот и уже правит вот этот ирод безбожный, который, конечно же, отслеживает всех там, кто из рода Давидова посмеет заявить о своих правах на царство. И все кажется совершенно невозможным для явления спасения. И вот Бог, Он являет свою силу именно тогда, когда по-человечески это невозможно. То есть невозможно же было родить им в таком возрасте ребенка, и вот они родили. Невозможно же, казалось бы, ну, при этом вот ироди тоже, при тех всех сложившихся условиях, воссиять и самому Христу Спасителю. Но Господь нет, Господь, Он явил тайну спасения там, где чисто вот по-человечески это казалось вот просто невозможным. Потому что наш Бог есть Бог всесильный, и уповать мы должны только на Него. И вот, братья и сестры, так родилась в наш мир Пречистая Дева, она стала выше Херувимов и Серафимов, да ободрятся все женщины, и да не унывают, ибо Пречистая Дева, она вот подобно той голубице, которая принесла маслячную ветвь, вновь в ковчег, да, и возвестила всем спасение. Она столб облачный и столб огненный, который ведет нас вперед, да, чтобы спастись нам от мысленного фараона, она указует нам путь, на пути к Царству Небесному. Она есть неопалимая купина, ибо Господь для своего таинственного, божественного воплощения снишел на нее, как вот огонь снисходит на купину, и она осталась неопалимой. А почему так? Да потому что с младенческих лет ее мысли, ее сердце устремлены были ко Господу Богу. И вот поэтому праздник Рождества Пресвятой Богородицы, он вообще ведь самый первый праздник в нашем церковном году. То есть год церковный начинается, вот как и школьный год 1 сентября, да, ну по юлианскому календарю, то есть по гражданскому 14 сентября, и первый великий праздник, это праздник Рождества Пресвятой Богородицы. То есть весь церковный год, вот он начинается тоже как школа духовная, чтобы мы в этом году вынесли какие-то новые духовные смыслы, и начало полагается Рождеством Пресвятой Богородицы, потому что она начало всех начал, она рождается для того, чтобы от нее родился Христос, солнце правды, через него мы спасемся. Вот такое, братья и сестры, у нас сегодня великое торжество. Радуйся райских дверей отверзения, помолимся Пречистой Деве, Владычицы наши, Пресвятая Богородица, Царица Небесная, спаси и сохрани нас грешных. Аминь. Всех вас, братья и сестры, сердечно с праздником. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok